Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник. И очень часто вы мне задаете вопрос, Наталья, а куда инвестировать, если все падает? Никаких проблем. Этот ролик будет посвящен ответу именно на этот вопрос. Итак, что делать, если рынки рушатся? Куда инвестировать? Ну, можно никуда не инвестировать, просто сидеть на заборе и смотреть, там сложая лапки, когда все упадет, и тогда входить. Но если хочется не просто сидеть, а еще и с падением как-то зарабатывать, какие есть варианты? Ну, первые два варианта, это варианты серии Капитан Очевидность. Это, ну, собственно, зарабатывать на шарте. Если вы не хотите, собственно, сами работать с этим вариантом, то можно инвестировать в ETF, которые являются инверсными, то есть они зарабатывают на падении. Конечно, если падает S&P или падает NASDAQ, то надо покупать ETF на падение NASDAQ или на падение S&P. Примеры двух ETF-ов я, конечно, приведу. Это не значит, что они единственные, таких много, это просто одни из вариантов. S-тройное Q и SPXU. Вот, собственно, первый на NASDAQ, второй на S&P, оба инверсные. Но их надо покупать не вообще, то есть вы купили и ждете, когда начнется падение. Нет, их надо покупать, когда падение уже идет. А то вы будете покупать, ждать падения, но вы учтите, что если рынки параллельно будут расти, а вы сидите в инверсном ETF, вы будете нести убытки. Вам это не надо. Поэтому это инструменты именно когда началась коррекция, началось падение, а не купить и потом долго сидеть и ждать, пока рынки начнут падать. Пожалуйста, запомните. Это не те ETF-ы, которые нужно брать в долгосрочный портфель и сидеть там годами. Потому что, как мы с вами знаем, в долгосроке рынки растут. Поэтому инверсные ETF-ы на долгосрок, они вообще не алло. Они именно в период падения. Следующее. Обычно, когда идет коррекция или когда идет нестабильность на рынке, после которой очень часто следует обвал, повышается волатильность. Волатильность – это индекс VIX. Поэтому имеет смысл в период повышенной волатильности инвестировать в ETF на индекс волатильности – VIX. И примером ETF-а на волатильность их тоже много. Примером может являться ETF VIXY – VIX, если так попытаться прочитать. И это, наверное, не тот ETF, который я бы тоже одержала в долгосрочном портфеле. Это ETF, который в моем портфеле, скажем так, появляется. Но на долгосрок его сесть и сидеть там десятилетиями я точно не буду, потому что волатильность, она не постоянно растет. Она всплеск, стабилизация всплеск, стабилизация. Поэтому это тоже спекулятивный, скорее, ETF. Но волатильность может подскакивать тогда, когда коррекции еще нет. Поэтому этот ETF, он позволяет вам зарабатывать шире. Не просто, когда все падает, а когда просто идет нервозность на рынке, высокая частота колебаний, но при этом обвала, как такового, еще нет. Следующий момент. Когда происходит или может произойти коррекция? Когда идет повышение ставки. И если повышается ставка, мы с вами знаем, что это приводит к падению цен на длинные облигации. Поэтому, безусловно, если мы ждем коррекцию из-за того, что начнется повышение ставки, когда начнется повышение ставки, имеет смысл рассмотреть ETF, инверсный, опять же, на длинные торжеря, на длинные гособлигации США, 20 и более лет. Это ETF, про который я на своем канале уже рассматривала и говорила. Это ETF TBT. И его тоже нужно покупать только, когда началось повышение ставки. Это только спекулятивный инструмент, но долгосрок его не надо держать. Это только на период роста ставки. И то это должно быть довольно подконтрольно, только если вы являетесь таким опытным инвестором, но точно не новичком. Ну и если вы, например, хотите в целом просто снизить градус риска вашего портфеля и хотите, чтобы в случае просадок NASDAQ или S&P ваш портфель проседал меньше, и если, например, по S&P и NASDAQ особенного вообще роста нет и идет такая, знаете, болтанка вот такая вот, то вы можете инвестировать в ETF, которые инвестируют в, собственно, продажу покрытых опционов на NASDAQ, на S&P или на Russell 2000. И здесь вы будете иметь, во-первых, абсолютно не связанную с индексом доходность, потому что это продажа опционов, ну то есть вы получаете вот этот стабильный доход в виде премии, но при этом это покрытые опционы, и поэтому реально тот актив у вас в портфеле получается, что есть. И если индексы растут, то вы этот рост получаете. Если, например, индексы растут, 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 то эти ETF, которые инвестируют в продажу покрытых опционов на эти же индексы, будут давать чуть меньший рост, но все-таки сопоставимый. Если индексы не растут или даже падают, то, если они не растут, вы будете получать доход именно за счет продажи опционов. Если они падают, то вы будете иметь просадку меньше, чем просадку по индексам. То есть это, в принципе, более такое консервативное, если так можно выразиться, владение этими самыми индексами. Если вы находитесь в периоде резкого взлета экономики, то, конечно, имеет смысл заходить напрямую в индексы. Если вы находитесь в периоде перегрева, когда вы ждете вот этот флэт, боковик, то инвеститься в индексы через ETF на продажу покрытых опционов на эти индексы может быть интереснее. И примеры ETF на продажу покрытых опционов на индексы NASDAQ, S&P и Russell 2000 вы тоже видите на экранах. Сейчас это примеры, и это не говорит о том, что таких других больше нету, и я именно эти и рекомендую. Просто примеры. Соответственно, вот те инструменты, которые я бы рассматривала, если мы говорим про ситуацию, когда все падает, все рушится, или когда идет повышенная волатильность, или когда идет коррекция, или когда вы хотите сделать портфель чуть более спокойным. Все эти ETF, которые я сегодня озвучивала, они только для квалифицированных инвесторов, либо, если вы не квал, вы можете их покупать, открывая счет за рубежом, но, естественно, это потребует от вас соответствующей отчетности в российскую налоговую. Так что обращайте, пожалуйста, на это внимание. Возможно, в апреле месяце этого года, когда придут неспонсируемые ETF на наш рынок, что-то из этого появится, но я не знаю. Это вы уже от меня узнаете на моем канале по факту выхода зарубежных неспонсируемых ETF на наш рынок. Такая вот история. Что вы думаете по поводу этих ETF, как вы планируете спасаться от коррекции? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я буду рада им, безусловно. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось, и подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok